Здравствуйте дорогие друзья, продолжаем продвигать компьютеры Mac в массы и это второй выпуск лучших новых приложений для macOS. Большинство программ доступны и для Windows, так что будет интересно ставь лайк, усаживайся поудобнее и айда скачивать годноту. Часто бывало такое, что сив за компьютер вы просто терялись во времени и пропускали важные дела. Вы не исключение. С программой жест-таймер вы сможете эффектным оттягиванием иконки быстро устанавливать напоминания с обратным отсчетом по времени. Программа показывает не только время, в которое сработает будильник, но и оставшиеся часы или минуты, а при необходимости таймер можно расположить в иконке в строке меню. Жест-таймер идеально впишется в вашу поседневную жизнь за Mac и станет верным помощником. TripMod станет незаменимым помощником-путешественником. Когда вы будете расшаривать интернет с iPhone в условиях ограниченности трафика, программа запретит все исходящее подключение приложений и сервисов на Mac. В настройках утилиты вы сможете предоставлять доступ только тому софту, который для вас сейчас актуален. Тем самым экономит драгоценные мегабайты и направляет трафик в нужное русло. Как только какое-то приложение попробует без спроса выйти в сеть или не дай бог обновиться, иконка TripMod начнет сигнализировать. Расширение SafeFromNet отлично справляется с загрузкой видео с Ютуба. Но только если вам достаточно качества в 720p. Хотите большего? Качайте сомнительные программы с кучей рекламы. Ставя ссылку с Ютуба в 4К видео-даунлоудер начнется автоматическая загрузка роликов в наилучшем доступном качестве. Разумеется, если надо 2К или более низкое разрешение, то все поправимо в настройках. Программа закачивает аудио, видео, субтитры и даже целые плейлисты и каналы. Два нарекания. Первое – это цена, но зато нет рекламы и второе – программа некоторые ролики обрабатывает перед загрузкой ну очень долго. Но это скорее всего зависит от скорости интернет-соединения или серверов Ютуб. Если вам нужен качественный текстовый редактор с дальнейшей публикацией в сети, то ничего лучше Ulysses вы не найдете. Я перепробовал не один десяток аналогичных программ и однозначно – лучшим решением станет наш обозреваемый. Тут есть глубокая и продуманная иерархия для структурированного хранения материалов, система тегов и настраиваемых фильтров, разметка маркдаун, счетчик символов, возможность установки цели, если требуется ограниченное или минимальное количество знаков. Присутствует гибкая настройка интерфейса и еще сотня примочек, важных и не очень штук, с которыми процесс создания текста превращается в самое настоящее удовольствие. Да что здесь говорить. Вы можете публиковать тексты на сайтах прямо из окна приложения. Все материалы дублируются в iCloud и синхронизируются с мобильной версией, так что ни одной потерянной работы не будет. Я могу бесконечно нахваливать Ulysses, но стоит рассказать и о недостатках. Первое – это конечно цена. Причем за мобильную версию придется платить отдельно. Зато тут нет дебильной подписки. Второе – отсутствие русской локализации, но это совершенно не критично. Заверяю. Третье – первая синхронизация происходит мучительно долго. Несмотря на эти недостатки, жалеть деньги на Ulysses глупо. Инструмент для писателей – что надо. Разобраться в спецификациях различных моделей Mac – настоящий ад для новичков и довольно сложная задача для тех, кто непосредственно юзает macOS машины каждый день. Сайт Apple во многих моментах не дает ответы на довольно специфические вопросы. В этом поможет MacTracker. Программа дает исчерпывающую информацию абсолютно по всем Mac и их модификациям. У вас появится возможность сравнивать абсолютно все характеристики, а также быстро находить нужную модель по серийному номеру. Полезная и тем более полностью бесплатная программа. TeamViewer – это лучший по моему мнению сервис по удаленному доступу к компьютеру. Кроссплатформенное решение позволяет удаленно управлять любой машиной хоть с компьютера, хоть со смартфона или планшета. Соединение происходит без каких-либо сложных настроек. Также возможно передавать данные. При низком качестве интернет соединения снижается качество графики и дальше пользуйтесь без какого-либо дискомфорта. Программа на русском языке и абсолютно бесплатная для некоммерческого использования. Относительно свежий официальный клиент ВКонтакте для Mac действительно зашел и теперь больше нет необходимости покупать сторонние клиенты в Mac App Store. Ну или довольство вас опиратками. Программа работает отлично. Передает файлы, позволяет отвечать на сообщения непосредственно из уведомлений и позволяет изменять настройки связанные с пользователями. Русская локализация в ВК месседж со разумеется присутствует. А единственным недостатком я считаю отсутствие возможности сворачивать приложение не в док, а в иконку в строке меню. Я не люблю когда в доке много программ, тем более мессенджеров. 1Password это отличный кросплатформенный и практически полностью бесплатный менеджер паролей. Он отлично интегрируется в систему и запоминает все логины и пароли. Если с форумами на сайтах справляется и сам браузер, то пин-код от кредиток, логин и пароль от IPLID с секретными вопросами и прочие важные данные лучше держать под замком. Вся информация дублируется на серверах в личном хранилище. Интерфейс прост и понятен. Разработчики попросят денежку только за дополнительные сейфы, разделы, категории и прочие не столь значимые фишки. В остальном нареканий к OnePassword нет. Рекомендую. А вот это настоящий Амазинг в мире передачи данных между iPhone, iPod Touch или iPad и Mac. Если вы уже вкусили все неудобства проводной синхронизации через iTunes, то с Амазинг вы узнаете что такое настоящее блаженство. Нет никакой привязки к конкретному устройству, так что можно спокойно добавлять любые файлы на iPhone или iPad привязанные к другому iTunes, не боясь потерять данные. Присутствуют расширенные функции резервного копирования. Можно сделать резервные копии сообщений, смс или iMessage. Программа также передает данные и без проводов. Амазинг имеет русскую локализацию и в отличие от того же iTools или iPhone Box регулярно обновляется и допиливается. Несмотря на то что СМИ часто жалуются на обнаруженные дыры в iTransmission, я его считаю лучшим торрент-клиентом на Mac. Гибкие настраиваемые интерфейсы и функциональность программы без какой-либо рекламы или доната не должны оставить вас равнодушными. Помимо банальной скачки, присвоения тегов по типам файлов и возможности быстро перенаправлять трафик я особо ничем и не пользуюсь, но то что опробовано сотнями гигабайт скачанных файлов нареканий не вызывает. Буду надеется что вам этот ролик понравился и вы его щедро дарите лайками и расскажете о нем друзьям, но в комментариях я хочу увидеть ваш любимый мастхэв софт. Будем расширять и улучшать эту рубрику. Все названия и прямые ссылки на скачивание будут прикреплены в комментариях. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале Протек, до скорых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока.